Девушки отдыхают Мой быт единственной, которой я смог бы доверить ключ от своего сердца И правильные выборы мне помогут сделать Сергей и Алиса Очень приятно, проходите Сергей, 27 лет Со своей возлюбленной дважды подавал заявление в ЗАГС, но вовремя остановился и не жалеет об этом Сергей начальник отдела по рекламе в банке, манекенщик Участвовал в модных показах известных дизайнеров и фотосессии Играет в театре, пишет книгу о Колчаке и о Маяковском Рисует женские портреты акварелью и гордится спортивными достижениями фехтования Мечтает стать депутатом Сергею не нравятся девушке-модели с вредными привычками Женится на спокойной блондинке, которая читает Есенина, уважая творчество рэпера Эминема и любит жизнь Здравствуйте Добрый вечер Мне нравится сам модель, а девушка модель, чтобы не была Понимаете, Лариса, я с моделями общался, наверное, лет 10-11 Вот так вот, очень тесно Я знаю их сверхзадачу, знаю их цели, знаю, к чему они стремятся Знаю их, скажем так, ну, их... Внутримет Их внутримет, да, правильно Все-все-все модели, все до одной? Нет, я, конечно, не буду обобщать Безусловно, есть исключения, как везде, да Но то, что видел я, именно мой пример, да, я могу сказать, что... А вас зачем туда в этот бизнес занесло? У вас прекрасная работа, работаете в банке Что вам вдруг захотелось покрасоваться-то? Рассказываю Дело в том, что именно, как раз так сейчас, я не являюсь, ну, так называемой моделью, да То есть сейчас... Старенький вы для модель Старенький для модель Да, то есть, скажем так, я сейчас уже, ну, уже... На тренерской Да, да, я уже, как бы, ну, уже... уже старичок такой, да Ну, длинные волосы, они делают его моложе, однозначно, мне кажется Но вот такие, такая стрижка моложе Ты знаешь, я бы его... Пострелить Нет, ну, нет, ну, пусть, ну, ладно, может быть, ему это идет Я не знаю, как ему будет с короткого волоса Я бы ему придала немножечко брутальности Ну, да, он как... Или что-то такое облизанное Он лет на двадцать три года Давайте про любовь Вот смотрите Я так понимаю, что вам дорога в ЗАГС с вашей возлюбленной была заказана У вас есть несколько пунктов, по которым вы сделали вывод, что Ваша барышня, прям хочу зачитать Психически неустойчивый человек Да, поясните Если честно, я бы не сказал, что она психически неустойчивая Если формулирую правильно, то она была человек, который был чрезмерно эмоционален Чрезмерно импульсивен Чрезмерно, скажем так, то есть, ну, явно холерик То есть, если братья имена, вот, да, в общем... Крику было больше, чем делала Крику было очень больше А, и вы в связи с этим решили, что в будущем она может бить детей, раз позволяет себе применять силы по отношению к вам Да, она именно реально... Меня, там, так или иначе, пыталась как-то ударить, пыталась как-то... Притом как-то странно очень, ногами Ногами, да А руками что, брезговал, что ли? Руками? Ну, руками максимум, что ей хватало, это поцарапать А вам руками было не больно? Это вообще нормальная ситуация, когда женщина начинает вести себя неподобающим образом Мне кажется, это вообще крайне неприятная ситуация Я не приемлю такого, я никогда не позволю Когда я слышу такие истории, я очень удивляюсь Я вообще не понимаю таких людей А за что? Скажите, в связи с чем она в такой гнев-то впадала? Вот, что самое смешное Поначалу это было потому, что ее пилила мама Вот именно ее мама, то есть, получается, моя теща С тем, что, как бы, мы друг не подходим Так или иначе, у нас была разница в возрасте 6 лет Мне нравится, слышишь? Мама, которая приютила в своем доме И никакой вы ей были не зятек, а так, бойфренд ее дочки А зачем вы кратнил-то? Утром говорила, доброе утро На что он говорил, доброго утра не бывает Она спрашивала, как дела, Сереженька? На что он отвечал, дела у прокурора Мне нравится, я бы просто во многих выдернула Если бы кто-то из даже друзей моих детей так бы со мной разговаривал Но вообще это хамство самое настоящее Ну вы правы, я буквально один раз так был такой, что я обронил эти фразы Дело в том, что я после этого так или иначе пытался перед ней извиниться То есть я так или иначе приходил с извинениями Извинялся и перед ее мужем, перед ней То есть не было такого, что я... А вы понимаете, что у девушки, как только так начинают обращаться с ее родителями Мгновенно портится характер Она становится холериком, громко кричит И иногда дерется ногами, как в вашем случае Да, так и было, да Ну, во всем случае, ей ничего не мешало его просто из дома выгнать Но причину мы нашли У вас не было нормальных сексуальных отношений? Ну, не было, да А какие были? Ненормальные? Как? Ну, первые полтора года все было... Нормально Ну, так это у всех так Потом, грубо говоря, в последние месяцы действительно наблюдался такой диссонанс То есть мы уже больше... Ну, на разных кроватях На разных кроватях жили буквально на разных кроватях, да Я хотела, а она нет? Ну, не сквали вместе, господи скажи В общем, не было у вас ни дня без ссор? Ни дня, особенно вот последние два-три месяца... Но! Что же тогда вас заставило, вот живя в таком аду, все-таки два раза вы подавали заявление? И два раза практически доходили до ЗАГСа? Скажу честно, я ее очень любил И в связи с тем, что я ее любил, именно поэтому я пытался менять свое поведение Я изменялся перед ее родителями Я реально менял свои отношения к ситуации Я менял себя, я... Ну, скажите, пожалуйста, если вот, учитывая, выше перечислено, что и ногами била И не с вами не занималась любовью Вы, раз, нормальный человек, который после этого в два раза шел подавать заявление в ЗАГС? Ну, дело в том, что и медицинатором была она То есть, чтобы мы пошли в ЗАГС, это была она То есть, она прямым текстом говорила... То есть, вы такой большой мальчик, неужели вы похожи на такого маленького телочка, которого можно затащить в ЗАГС? Ну, она не то, чтобы пыталась тащить, просто она поднимала вопрос в таком акрусе, что нам нужно узаконить свои отношения, что граммский брак это ненормально, что дети... В общем, во всяком случае, пока вот эти разговоры ходили, она засобиралась к сестре в Париж Да, кстати, периодически было такое у нее, что она раз вот так вот и уезжала к ней И пробыла там месяц? Да, 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 да Из чего вы сделали вывод, что там у нее с французом с каким-то не получилось, с которым ее сестричка познакомилась, что она ей с поджавшим хвостом-то вернулась к вам? Как было дело? Сначала мы с ней подавали заявление После этого, буквально через две с половиной недели, она уехала во Францию якобы повидать сестру, повидать ее семью, да, так как... Платье купить Платье купить, ну, заняться шопингом Мне нравится, как он сидит, слушаю Фуза депутата Он готовится, он серьезный человек Большие перспективы Дело в том, что как, то есть она, когда была во Франции, вот, ну, мы же с ней созванивались, да, вот, она, по идее, должна была вернуться, получается, до, ну, свадьбы До свадьбы, да, вот, когда она мне сама позвонила буквально за пять дней, она сказала, что я не приеду, как бы, и забудь вообще обо всем Ну, я ей говорил, что, ну, как так можно, ну... У вас были у нас такие проблемы, что вы даже пошли к психологу Мне кажется, если такая ситуация, что вы же психолог нужен, то отношения продолжать не стоит, да, там уже ничего хорошего не выйдет Психолог сказал, что, возможно, у нее ранний климакс Да, кстати, специалист реально об этом говорил А он ее видел, он ее осмотрел? А, скажу честно, я ей говорил, давай сходим к врачу А сколько ей лет было? А, сейчас скажу, ориентировочная 32 Ну, да, мог быть Вы понимаете, что климакс был или не был? Ну, дело в том, что... Это непонятно, она вас не любила Непонятно, почему она с вами была девушка Она села за него замуж, она уже и ногами его била, и в Париж от него уезжала с целью все-таки выйти за него замуж А зачем? А он никак... В общем, история такая путаная, типичная для молодого мужчины 27-летнего Давайте мы не будем на ней заострять внимание Лучше побольше времени оставим на ней А вот у меня вопрос... Куда без этого? Нет, я имею в виду квартиру выплатила или нет? Я буду рассматривать, а ты пока вопросы задаю А у меня про другое Вот у меня пробело Вот такие умные девчонки рядом со мной сидят А у меня не было французской гувернанки Меня улица воспитала Вот прочитала, что вы книжку про Маяковского закончили Прямо последний день его описали Вроде я слышала, что никто там так и не понял, что там было-то А вы поняли, да? Сколько Маяковского ведов на сегодняшний день? А вы откуда источник? Во-первых, откуда вдохновение питали? Давно ли маетесь Маяковским, так сказать? Маяковским я маюсь ориентировочно 4-4,5 года Вот Ну так вы догадались, как получилось-то? Да, я реально... Так как у Маяковского есть дочь в Америке Есть у него То есть у него были отношения с Элли Джонс От Элли Джонса у него есть ребенок Я реально ездил, общался Ну не вы один, послушайте, я знаю Я только фильм в 15-м посмотрела про Маяковского Что вы можете нам сказать того, чего уже не говорили? И что? И вы с ней общались-то? Я с ней общался, не только с ней, конечно же Я ездил в архивы То есть я простудил огромную... Так кто убил-то? Убили? Дело в том, что Владимира Владимировича никто не убивал, он убил себя сам То есть именно к этому я пришел в итоге То есть это всего лишь самоубийство О, это интересно Конечно, это сильно Это речь про Маяковского, книги Замечательно Сильно А до вас говорили, что? Дело в том, что касаемо именно Маяковского И именно его смерти О нем очень много было слухов Особенно в день смерти, да? Всегда, так же, как и про Лисея Потому что людям не хочется верить, что человек успешный в расцвете сил Любимый женщин так добровольно уходит из жизни Никому не хочется верить в это Да, великий режиссер Эйзенштейн, его коллега Пастернак Они прямо текстом говорили, что они не верят в эту смерть Они не верят Послушайте, это, знаете, вы сейчас из слов порожен Ничего вы нам такого не рассказали Ну, я зато просветилась Нет, но зато интересы есть Круг интересов определенный И здорово, что вы этим интересуетесь Не только красиво, но еще и стихи читать Вот я буду проверять на стихи сегодня Хоть немножечко А как у тебя с Есениным, Рус? Ты оценишь Пастернака? Я обожаю имени Серьезно? С Есениным Конечно, обожаю Хоть кто-то В рамках школьной программы Хоть кто-то Точнее, кого, понимаете? Почему? Он абсолютно гениальный парень Был, во всяком случае, лет 10 назад Серьезно? Ну, конечно Мне просто, сиди моих знакомых почти не было Ну, не Децла же слушать, правильно? Я с вами не свидетельно Перепивки эти Роза Да, по поводу партии Значит, депутатам Вы когда планируете? Я через два года А вы когда? По-моему Грозе, тогда не подъедешь на газету Новые выборы будут через, я скажу Через Четыре года У вас уже и программа есть? Какую программу? Я, нет Я все-все На все Пока в партию записывается Давайте, пожалуйста, выбирайте Ну, вот я к чему все говорю Вот видите, как я представила жениха И умный, интеллектуальный И в депутаты он и карьеры И по подиуму ходит Ну, вот И денежку И квартира у нас-то есть И не женился Слава тебе, Господи Да И не женился Слава тебе, Господи Так что Прямо вот Я расстараюсь И не женится Если мы не постараемся Да Потому что Этот молодой человек Сделает все Чтобы не жениться Вот такие мужчины Женятся в самом крайнем случае Не потому, что женщин не любят А потому, что любят Обаяние и уюта И вот именно таким мужчинам Очень легко зависать В вузах гражданского брака Если она его кормит Если она его апстирывает Если ему комфортно и уютно Дома все Это уже как болото Дальше сделать шаг уже сложно Поэтому я девушкам сочувствую Получается, держи вас на голодном пайке Как-то нет поводов сходить с ней в ЗАГС А если вас кормить по полной программе Завтраком, обедом и ужином То вы тоже не разбежитесь Потому что все же есть, дорогая Луна в седьмом доме в рыбах Что мы с этим будем делать Я не представляю Ну так кого брать-то будем? Кого брать? Очень серьезную Миниатюрную Такую же темноволосую Даже такого внешнего типа Примерно, как он Очень спокойную Уж точно не холерика А такого Смесь меланхолика с флегматиком, наверное Но очень заботливую Хозяйственную Которая, тем не менее Сможет поставить Четкие условия Сказать, дорогой мой Я тебе пирожки Ты в ЗАГС меня ведешь Я тебе борщ Ты мне детей И так далее Так, 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 так Слушай, я даже знаю На кого это? На кого на кого? Ну я, я, ну я Мы, мы Наш домик Я такой тип мужчин Как вы, знаю очень хорошо Вы с годами не будете меняться Вы всегда будете такой Чрезмерно активный По поводу и без повода Вас будет всегда Немножко-множко С вами будет немножко тяжело Поэтому женщина должна быть Железная Которая говорит Чш-чш-чш-чш Сереж Она должна будет вас все время гасить Иначе вы попадете в какую-нибудь дурную ситуацию Но вы умеете держать удар Это гениальное человеческое качество И я вам завидую Потому что я грыжусь по поводу и без Поэтому после рекламы Невеста попытается проявить свое искусство обольщения Оцените вместе с нами Мы смотрим Давай поженимся У нас в студии Сергей Встречайте первую невесту Волнение скрывать не удается Начнем писать мы жизни новую главу Дыхание неровное и сердце Чаще бьется от этой встречи Долгожданной наяву Привет, Сергей Меня зовут Яна Я очень рада с тобой познакомиться Очень рада Спасибо, благодарю Это вам небольшие подарочки Ой, спасибо Спасибо, дорогая С кем вы? Я с моей сестрой Юлией Очень приятно Давайте на вас посмотрим Татьяна 23 года Врач лучевой диагностики Читает психологическую и художественную литературу Изучает французский язык Пишет стихи и рисует Предупреждает, что любит, когда ее называют Яной Мечтает встретить старость с любимым человеком в Париже Татьяна пыталась быть для своего избранника идеальной женщиной Но он не оценил ее душевного порыва Надеется, что Сергеем она откроет новую страницу в своей личной жизни Какое прекрасное, редкое имя Татьяна Русское Подходящее вам И какое короткое Неприятное на слух Скучное имя Яна Яна Яма Ну, какое-то, ну, никакое Почему вам нравится Знаешь, Татьяны на Руси Очень часто бывают несчастливы Поэтому это тот случай, когда... Я знала, что Нины Но вот Татьяны, Татьяны, такое есть даже поверишь Не самая счастливая, как бы, женская жизнь Да, на самом деле моя мама знала об этом И в детстве, когда меня все-таки решили назвать в честь прабабушки Мама решила так все изменить немножко И по документам официально я Татьяна Но вот все друзья, знакомые меня называют Яной Ну, хорошо, тогда я вас буду называть Яна Экстравогатная женщина Мне кажется, она ему не очень подходит Как можно по собственному желанию превратиться в женщину-идеал? Вот вы говорили, что вы всеми силами стремитесь стать идеальной женщиной для своего возлюбленного Да, я пыталась для него обеспечить какие-то комфортные условия существования Я ей готовила, стирала, убирала Я всячески для него сюрпризы делала Вы жили где? Я снимала квартиру И он жил не вашей? Мне приходилось подрабатывать, да, работать, если не сказать Даже на двух работах, чтобы обеспечить На двух работах, слушай, я вообще удивляюсь людьми, которые на двух, на трех работах Это сильная натура А почему, милые, не вместе? Вы знаете, такого официального какого-то предложения Жить вместе не звучало И он, наверное, не считал, что мы живем вместе Конечно, тогда бы приходилось ему платить как минимум за половину квартиры А так пришел, расслабился Его обстирали, обгладили, накормили, напоили, спать уложили Еще и экономно Да Я, на самом деле, рассчитывала на серьезность его отношений Я рассчитывала, что у нас будет семья, какие-то дальнейшие будущие взаимоотношения Но, видимо, он не был... Ну, это все женские фантазии Надо было бы ей намекнуть как-то Ну, или если уж намекала, да, прям конкретно сказать Так, слушай, да, все, заканчивается халява Да, да Так, так и так Захачу кольцо У него был такой свободный режим Когда было желание, он приходил к вам А дело в том, что он приходил ко мне каждый день Я не знаю, было ли его это желание или необходимость А под утро, как в хорошую гостиницу пришел, поел Ну, с пустыми руками приходили Или он все-таки хотя бы еду какую-то приносил Ой, это было крайне редко В основном, то есть и все А вы ему намекали, что, в общем-то, он большенький парень-то Ест много, что хорошо бы немножко А у него и сто деньги закончили, сто карты заблокированы Да, да это я знаю, это когда похода в магазин Она его обеспечивала Но так не делала Потому что она выполняет Ну, просто сел на ее роль, да Его роль Сел на плечики, немножко свесил То есть, условно, вечером ни бутылочки вина, ни курочки с собой Ничего не появлялось? Нет Однажды деньги заработал, девочки И пошли они с Яночкой в магазин И Яна решила погулять Куплюка сейчас и яйца, да самые дорогие А самые дорогие стоили на 2 рубля аж дороже обычной И она ручку-то протянула А она, я сказала, что обалдела, что ли Не до такой степени, не до такой степени гуляет И вот Янка, покрывшись себя пятнами Стала попрошать, мол, why? Он говорит, и кому ведь надо Тебе деньги на дороге не валяются Да, и вы это тоже ведь проглотили, милая Да, действительно, была такая ситуация Очень неприятная Я очень была удивлена Я думала, все-таки он ко мне как-то более расположен Относится ко мне лучше Но это я просто развернулась и ушла в тот момент Я не знала, что сказать А яйца у него потом не сползали, нет? С головы на лицо Знаете, он был такой человек удивительный Он всегда во все наши ссоры Он ждал, пока я, ну, мой пыл как-то сойдет Я успокоюсь И дальше, как ни в чем не бывало Он продолжал эти отношения Ну, напоследок могла бы яйца-то ему прямо вот так вот Надо было, да, надо Жлоб Да Она его обеспечивала, все покупала, а он... Ну, и хорошо, что у них не сложилось Зачем им ей такая... Да, нахлебник Обуза на всю жизнь Еще дети потом Я не думала, что что-то бы изменилось Вы москвичка? Нет, я не из Москвы А откуда? Я из Воронежа Да, Москва-Воронеж А вот вообще, если бы вы жили здесь, вы бы не были так активны Очень вы мне нравитесь Спасибо А стихи пишете? Да, вот то, что я прочитала из жениха, я сама написала Не знаю, вот она вроде как хорошенькая, добрая, да? Но мне кажется, не его, ну, по крайней мере, по его лицу Вот мне кажется, не его Мне кажется, они оба таких каких-то вот спокойных Им будет друг с другом скучно Вареная? Вареная такая, она какая-то где-то... Они оба летают где-то, да А теперь посмотрим на сюрприз Я знаю, что ты увлекаешься фехтованием Ты кандидат в мастера спорта Я решила, что мы можем немножко поиграть Мушкетером Теперь все, одевай, это тебе Смотри, сразу в стойку И ты, как настоящий рыцарь, научишь меня пару своих хитрых штуков Итак Главное сюрприз для него она должна делать, а не он для нее А в итоге она его заставит сейчас Делаем выпад вперед Назад Допустим Можно вверх, да, вот, смотри То есть, в чем суть? Когда тебя бьют, ты должна уметь отражать удары Спасибо большое Спасибо Планечка, вы такая просто красавица Забирайте свою сестру, цветок и проходите в комнату Спасибо И платье у вас необыкновенное Я, ну как Ну как Давай, рассказывай В принципе, мне понравился молодой человек Он такой приятный Алиса, а вам как невеста? Я думаю, Татьяна Очень добрая девушка Как сказать Чувствуется в ней теплота Нежность Ну, те женские качества, которые Вообще, она умная И это немаловажно Она деликатная Что тоже здорово, правда? Да Она целеустремленная Самостоятельная Роза, как тебе невеста? Ну, по-моему, Танечка сама заявила о себе Прекрасная хозяйка Заботливая жена Ну и домашний врач А это вообще Так что очень рекомендую Единственное, что Мне показалось Сереж, что С вами тяжеловато будет Вы прям ничего не слышите Кроме себя ничего не слышите Это вот такой тип Мне очень понравилась Татьяна, еще раз говорю Вот абсолютно такая Русская красавица Дородная Статная Умная Выдержанная Как приятно слышать Дородная Статная Вообще ведь Я считаю, что Женихам и невестам Которые приходят сюда Если они не Публичной профессии Если для них Софиты и камера Непривычны Уже тот факт Что они садятся перед нами Это и есть Огромное испытание И то, что Татьяна сидела И как она собой владела И как она отвечала И эта история Такая типичная Для нас Для русских женщин Потому что мы до конца Будем верить, что нас любят Мы до конца будем тянуть Учину недостойного Несостоятельного Ненужного нам Ну вот такого вот любого И будем верить, что он нас любит Правда? И что у нас все будет хорошо Господи боже мой Вот почему Вот такие хорошие девчонки Но все-таки не любого, Лариса А любимого Татьяна относится к чувству Ну а любим-то Знаешь, по головке погладил И мы уже Все в глаза смотрим Мы уже обожаем Нет, просто для Татьяны Как и для врача Правильно У нее действительно Хорошие показатели К тому, что быть врачом Настоящим сострадающим пациентам И для них Для этого класса людей С сильным знаком рыб Все мироздание Пронизано любовью Поэтому она подходит С доверием Она открывается Она готова стараться Даже если она не видит В ответ никакой реакции Она ее даже и не ждет По сути Ей достаточно того Что любит она сама И она вот с этой своей Сельцовской страстностью И последовательностью Бросается в эти отношения Да, мне тоже кажется Василиса права Но я в последнее время Пересматриваю свои взгляды Все-таки я хочу Чтобы меня тоже любили Я не готова Вот такой К игре в одни ворота Я не готова Она обязательно найдет Хорошего себе мужа И гороскоп про это говорит Но мужчина должен быть Зрелый, постарше Чтобы ее оценить И он тоже должен быть Или гуманной профессией Или творческой, например Но я Сергея не очень рядом с ней вижу Через несколько минут Вы станете свидетелями Нового знакомства Давай поженимся Теперь вашим мобильным Набирайте 0736 Роза и Василиса Дадут вам совет В любое время И оставайтесь с нами В эфире Давай поженимся У нас гостя Сергей Встречайте вторую невесту Сережа, вы мне интересны И симпатичны Жаждусь с вами общения АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо Такая интересная невеста Прям как девочка Хотя видно, что она не девочка Здравствуйте 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 Не садитесь Не садитесь Мы же не можем не рассмотреть Ваше платье Во-первых, это мой любимый цвет Цикламен Это не розовый А можно вот вас Как-то вот А покрутить Скажите, а кто шил? Это с мамой вместе Кстати, вам от нее привет Она вас обожает Шили мы где-то Когда я была подростком 15-17 лет А я вот это платье? Да И до сих пор я в нем Вау, ты представляешь Она у нее Сколько лет 10-15 уже Удивительно, что она не изменилась В фигуре за 15 лет А я думала, вы как в мае-то Вышли из дома? Вот так вот только до нас Дашли Мисс Лето просто Мисс Лето Прелесть Прелесть Спасибо А с кем вы? Это моя подруга Алина Очень приятно Позвольте Конечно Подсластить для начала Это от мамы От мамы Александра Корнеевна Александра Корнеевна Спасибо вам за сладенькое Ух ты Конфетки Конфеты Всегда приятно Да, самое главное Всегда вкусно Давайте на вас посмотрим Узнаем вас получше Спасибо еще раз Людмила 35 лет Секретарь-референт В консалтинговой компании Фелекционирует настенные Сувенирные тарелки Играет в бильярд Мини-гольф И шахматы Гордится тем Что баллотировалась В депутаты Мечтает воспитать Троих успешных детей Людмила 10 лет верила И надеялась Что ее возлюбленный Женится на ней А он попросил ее Съехать с его квартиры Надеется Что Сергей Готов на поступки Ради любимой женщины Да, Людмила Людем мила Да Красивое имя Но вы в отличие от первой невесты Просто человек терпения 10 лет Да Обалдеть Сколько вам было лет Когда вы с ним познакомились? А ему? На 12 лет старше Не испугала разница? Нет У вас была удивительная такая Первая встреча И вторая Не случайно То есть прям Как по судьбе вам было Расскажите Значит первая встреча Была совсем неожиданно Это Общепит Общепит Питание Ресторанчик небольшой В центре Москвы То есть я ужинала Напротив меня сидела Мужчина Я как-то обратила внимание Поскольку Напротив Да И присленно меня смотрел Как бы разглядывал Звучал Но я не придала особого значения Закончив ужин Вышла И поспешила В метро Потому что поздний час был Чувствую Я как бы чувствительная Да И чувствую позади Шаги Вот Окликнул меня Девушка Разрешите с вами познакомиться Ну я посмотрела Что это именно тот мужчина Который сидел Напротив Меня Я согласилась Так мы обменялись Номерами телефона И все Он проводил меня до метро И мы расстались Не позвонил? Нет Нет После этого Я набирала Звонила Он не поднимал трубку То есть не отвечал на Мой телефонный звонок И все Мы расстались Через год Это было в 2001 году В 2002 Я прохожу Никитские ворота Перехожу дорогу И как бы уже Я перешла И слышу сигнал автомобиля Я оборачиваюсь Это знаю же автомобиль И вижу Что это Мой Он вас узнал? Да он меня узнал Узнал? Да В том то и дело Я сама это удивилась Я это как картину помню четко А вы тогда шляпки уже носили Постоянно? Нет Это была осень Нет это осень Нет шляпки еще не носила Шляпки Людмила только в декабре носит Такие соломенные Осенью еще рано Извини Просто на всех фотографиях Людмила в шляпах Просто на всех Что она ходит в такой шляпке? Как бабушка Ей так уже сколько лет И вот он вам сигналит Вы смотрите Да Я обратила внимание Что это автомобиль знакомый Номер знакомый И как будто не было этого года Да Который пролетел Как будто вчера расстались Остановился Вышел Подошел Развязался разговор На что я задаю вопрос А почему ты не отвечал На мои телефонные звонки Я был очень занят У меня столько отдел Но я рада Что я тебя встретил И вот давайте я подвезу Куда ты идешь Это было на Арбате Обменялись по новый номер телефона Все Теперь буду брать твои звонки Отвечать Принять твои звонки Ну и все Так вот Довез меня до Арбата Я пошла по своим делам Он поехал Вы где жили? В то время я жила у знакомых А он вас перевез к своей маме Через сколько? И почему к маме А не к себе? Ну я как бы обратилась к нему У меня сложности стали По там жилье Да Ну вот сейчас там у мамы Делаем ремонт У мамы в квартире А у него есть еще одна квартира И мы пока переехали туда Получишь помогать маме И все такое А вы с ним переехали? Или он просто? У него третья еще квартира была То есть он Вот смотрите Он вам предложил Поехать Пожить к маме На ваш вопрос Что мне делать У меня проблемы Да с жильем? Да Он откликнулся Он откликнулся Да это очень ценно То есть не на правах девушки Его официальной Нет А просто вот он такой сердешный Который вам Да То есть он как-то представил Так вот Да сказал только маме Помогай денег себе брать не буду Или брал? Нет не брал Ей это так нравилось Если бы ей не нравилось Я не думаю Чтобы она стала терпеть 10 лет Я думаю Ну есть варианты разные Когда можно терпеть 10 лет Когда вариантов других нет Если некуда было Возможно он этим как раз ее и держал У вас были с ним любовные отношения? Нет Пару лет не было На что я удивлялась И как так Ну все ссылался на свою занятость И вот проходит первый год Второй год И он к вам никак И вы что себе стали думать? Почему? Потому что так бережно к вам относится? Вот такой вот он Нет я просто ждала Как бы ну От мужчины я считаю должен идти исход А вы не думали о том Что у него могут события Его любовные Жизненные Развиваться Вообще вдали от вас Что у него могла быть Женщина Допускала я все это Вопросы ему задавали? Нет не задавала Потому что я считаю Это мужчине позволительно Но главное чтобы я об этом не знала Он не был мужчина В обычном понимании для вас А вы его женщина И вы не были друг к другу Ничем и никак привязаны Вот вы себе продолжали фантазировать А через 2 года что произошло? Вдруг он вас увидел Рассмотрел вас женщина? Нет мы как бы конечно общались Рестораны Поездки Вот На поездках он своими С друзьями С друзьями А вас просто приглашал Друзья Наверное говорил Хорошая женщина живет Молодая Маме помогает Ну несчастная Иногородняя Я вот ее там С мамой живет Возьму ее с собой Возможно так Это уже потом Я поняла Так у вас ведь ничего и не случилось? Нет Ну близость у нас конечно произошла Все в этом плане хорошо Но еще раз Он всегда ссылку делал на свою занятость Мне интересно То вот смотрите Она 10 лет жила с его мамой У них как бы отношений не было Ну так как бы Да И она рассчитывала Что он вот так вот возьмет Надо-ка ее в ЗАГС повезти Он в это время жил с другими девочками На другой квартире Ее это устраивает Вот давайте я вам сейчас Вашу ситуацию расскажу Людочка Он когда вот этот мужчина Второй раз вас встретил Его мы рассказали Что жить негде Проблемы Он подумал Как хорошая девчонка Судьба видать Второй раз ее встретил Мама живет одна Маме нужно помогать Мама в возрасте И он вам предложил У нее просто пожить Как если бы вы были 48-летняя хорошая женщина 65-летняя здоровая И вы жили Не невозможно И вы жили на правах Вот Ну как домработницы Денег он с вас не брал Наверное хороший был человек А у него параллельно Поверьте мне Он вам просто не мог напрямую сказать Думал что это так очевидно Вы и сами должны догадаться А у него параллельно Была своя собственная жизнь Развивались отношения И с кем-то Наверное А все остальное Так вот ваши фантазии Если он пару раз Вас брал С собой куда-то В ресторан И вместе с своими друзьями Только чтобы Этой неловкости Не чувствовал Не было у вас Никакого мужчины Не было отношений с ним Ну просто Что она 10 лет Она сидела же Она не понимала Где он ночам и днями Где он ходит Она же маленькая девочка Ну 30 лет хотя бы Неужели она не могла понять Что он не сделает Ее предложение А вам нравится Сергей? Да Мне интересен Симпатичен Мне кажется он немножко смущен Он немножко не понимает Все эти ситуации Запутался А теперь посмотрим на сюрприз Сережа я знаю тебе нравится Эминем Есенин Маяковский Но я решила Совместить Несколько этих творчеств Как это мило Она хочет сочетать Маяковского и рэпера Пускай ты выпьет о другим Но Мне осталось Мне осталось Твоих волос Стеклянный дым И глаз Осенняя усталость У возраст осени Он мне дороже Юности и лета Ты стала нравиться Двойне Воображению поэта И сердцем Я никогда не лгу Поэтому Добавлю от себя Я люблю Еще Прими пожалуйста Это скромный сувенир Лошадь Олицетворяющее благородство Грацию Честь И по случаю Нашего знакомства И символ Грядущего года Символ будущего года Белая лошадь Она ему подарила Коричневую Она мне угадала Спасибо дорогая Красота уже Что не розовая Да понравилась Ну что Алиса и Сергей Говори Я хочу сказать Мила Очень приятная девушка Широка душой Сразу видно Активная Веселая Энергичная Мне кажется Нашему жениху Было бы Очень интересно С ней Сергей Ну я думаю Да Хорошая Хорошая девочка Но Мы посмотрим Еще у нас же есть Еще одна конкурсантка Мне кажется Вот прям парой сложилась В третью уж невесту Будем так смотреть Мне кажется Ну да В догоночку просто Да Мне как-то вот сложно Согласиться Ну красивая Красивая Определенный Такой я бы сказала Даже породистый тип Но мне сложно Вас пересечь Гороскопически Я не вижу здесь Никаких особых Нитей вас связывающих Увы Знаешь что Гороскопам Можно не всегда верить Нам сказали Не связывающие Или связывающие Не связывающие Частичные Я предлагаю Сергею Встретитесь С третьей невестой Проходите Привет Сергей Я такая вся миниатюрная Меня зовут Ксения Ты смотрю такой Аполлон Ну что Ты готов носить Меня всю жизнь На руках Очень рад Это вам Спасибо Здравствуйте Ксения Здравствуйте Ну задам глупый вопрос С кем вы пришли? Сегодня со мной будет Моя сестра Евгения И моя хорошая подруга Юля Очень приятно Давайте на вас посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Ксения 22 года Студентка Учится на дизайнера-колориста Окончила музыкальную школу Пишет песни И снимается в кино Мечтает о большом доме с камина Предупреждает Что жених обязательно Должен понравиться Ее сестре-двойняшке Отношения с возлюбленным Ксении были обречены Он рано ушел из жизни Надеется Что Сергей Разбудит в ней Новые чувства Ну, как и так А, ну, вы не очень похожи Да, мы, как Женя говорит Мы разнояйцевые близнецы Разнояйцевые Это двойняшки Вы, наверное, отдельная история Все они разные, но похожи Ну, вообще, вы друг от друга Зависимы, да? От мнения Мне с Женей на мнение Очень важно А друзья у вас общие или? Ну, в основном общие Хотя на самом деле Женя мой самый лучший друг Самый близкий А вы сейчас вместе живете или? Сейчас мы живем вместе А песенки какие пишете? Мы сначала писали про любовь И это было что-то зажигательное Может быть, предоставится возможность Мы что-то сегодня вам покажем Да? А сейчас А может быть, прям сразу для настроения А потом поговорим Давайте все, с сюрприза начнем Почему нет? Давайте с сюрприза Давайте Давайте А приятный такой голосок Ну, по крайней мере Ну, да Начали волнуются Сейчас распоются Таешь Таешь, таешь На губах Нежно, нежно Таешь, таешь Остаешься В моих снах Самым лучшим Знаешь, знаешь 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 Спасибо Молодцы, девчонки Спасибо Вам интересно жить, судя по всему Ну, как-то да Да? Вы такая молодая Уже столько пережили Как так получилось, что ваш молодой человек Рано ушел из жизни? Ну, как бы для меня эта тема такая Немного трогательная По крайней мере, когда я об этом рассказываю Почему-то я Всегда Я еще не могу как бы с этим привыкнуть Поэтому Сегодня я пришла на программу Благодаря моей сестре Вот Потому что я считаю, что я немножко еще как бы не оправилась Она считает то, что Нужно продолжать жить дальше И что-то пытаться изменить Да, живым жить, о живом думать Просто как так получилось? Мы с ним познакомились очень странно Вообще мы очень разные люди Вот Он такой хозяйственный И работал в обычном там автомагазине То есть А вы какой институт заканчиваете? А я учусь в университете имени Косыгина И какая у вас будет специальность? Я буду колорист Вот И как бы так получилось, что Но он меня чем-то зацепил Прямо вместе жили? Да Скажите мне, дорогая моя А кто вам сообщил о том, что произошла трагедия? Ну все случилось как-то спонтанно Он за рулем уже очень давно Он тоже, конечно, такой водитель Достаточно Ну то есть он любит полихать где-то что-то Но мне сказали его родные, что когда появилась я Он стал немножко сдержанно водить Вот Вот Кто вам об этом сообщил? Мне сообщила его мама Она мне позвонила Она ехала с ним Она была в реанимации То есть она была в тяжелейшем состоянии Она говорит Ксюша, звони Диме Я не могу до него дозвониться Скажите, ну мама жива, слава богу? Да, она жива И вы же с ней общаетесь даже, да? Да, мы с ней очень хорошо общаемся И большое ей спасибо Потому что как-то вот Ну мы с ней всегда хорошо общаемся Когда это произошло? В июле этого года? В июле этого года В начале июля этого года То есть это где-то полгода И она до сих пор проходит реабилитационный период Любимого человека это очень тяжело Очень печальная история Но вам 22 года И вам действительно нужно о живом думать Перед вами Сергей, 27 лет Не странноват он для вас? Ну, он очень хорош Он очень-очень славный, милый У него выражительная улыбка В принципе, она права Все друг друга себя держат Спасибо вам, девчонки Не забудьте цветочек Скоро узнаете, кто будет крутой лидер Спасибо Маша, мне не нравится Мне не спросили даже, как он мне Мне не спросили, как он мне Как мне вообще все, что происходящее Что скажете, Алиса, Сергей? Мне показалось, что она очень добрая Но немного стеснительная Как бы она внутри еще не может полностью раскрыться Потому что у нее, ну, жизненная ситуация Вот настолько случилась Я просто по глазам Сергея Во время, когда она сидела напротив Я увидел, как у него глаза заблестелы Я думаю, что он сделает правильный выбор Сергей? На самом деле, девчонки, он в жизни совершенно другой Да, да, да Он, ну, классный Ну, хороший А, могу про нее сказать, что у нее, да, такие трагические события в жизни Безусловно, это все слушать было печально, да Вот я ей очень сочувствую Да, но как-то на ней не отразилось У нее глазки горели Даже не навернулась не то, что слеза Даже тень грусти не промелькнула Ну, полгода прошло, это нормально Я хочу сказать, мне, я, нет Просто от меня очень далек вот этот тип женский Милашка, одним словом Я устаю от людей, которые всегда в ровном, в одинаковом, прекрасном настроении Значит, называется впасть в прелесть Мне хочется, чтобы человек за 15 минут реагировал по-разному Показал разные эмоции Вот даже вы, которые на таком вот искусственном пару здесь сидели все это время Ну, даже вы сейчас как-то подзадумались Не знаю, более внимательно смотрите А это вот такие вот простушки-веселушки Какая раз, если я разревусь там, да, ну кому я что покажу? Я не хочу ничего сказать об этом конкретном случае, Лариса Но я с тобой солидарно полностью, у меня тоже резануло Отсутствие вот какой-то ноты тоски, которая неизбежна была Но вот они часто говорят, что как бы-то вот он умер, ну как бы, да И ничего не случилось, что для нее это ничего А она же не знает, что у нее в душе Как так можно говорить? Более того, я когда готовилась к нашей с вами встрече сегодня Я посмотрела ее гороскоп, и я поняла, что там этого надрыва не было Почему я и предположила, что либо это время рождения неправильное Ну не может быть, чтобы утрата прошла практически без... Может быть, с истории это не было, прости господи Да, я тоже вот, есть у меня, к сожалению, подозрение о том, что это может быть что-то такое вот... Может, соседа может быть чужая Ну, будем считать, что она красивая тогда в этом случае Ну, хорошо, кому же сегодня улыбнется судьба и кого выберет жених? А давайте вместе подождем, очень скоро узнаем об этом А, Сергей, Алиса, кого из трех девушек очаровательных советуете своему другу? Я думаю, вот все-таки вот второй вариант идеально подходит для наших женщин Спасибо, Алиса Я тоже, думаю, солидарно с Сергеем Понравились все девушки, но мне кажется, нашему герою подойдет именно второй номер Милочка Милочка, да Друзья уже за, это уже замечательно Я тоже вам желаю пойти к Людмиле Потому что она красавица настоящая Вы с ней здорово смотритесь вдвоем Вы для меня парень необычный Правда-правда И я думаю, что у Людмилы будет с вами комфортно Тебе он понравился? Да, мне понравился Ты за ним выйдешь, если он придет? Выйду, с розой Замечательно С этой розой выйду Хочу предупредить всех и дать прогноз на неделю со 2 по 8 декабря Неделя начнется, во-первых, с Новолуния Во-вторых, с прохождения Солнца по звезде Антарес Будьте, пожалуйста, осторожны Это дни, которые можно назвать по-настоящему опасными Из-за опрометчивости, из-за глупой вспышки агрессии какой-то Может рухнуть целое здание того, что вы долго, мучительно, трудясь, готовили в своей жизни Вот один маленький кирпичик, неверно положенный Может на следующей неделе, к сожалению, стоить вот такого долгого труда Но после того, как вы во вторник загадаете под Новолуние волшебные желания Так всегда нужно делать в начале лунного месяца Оставшаяся часть недели уже хорошая И там можно дать волю предпринимательской жилке своей И там все, что касается дел практических, материальных, будет хорошо реализовываться Особенно девы, весы, скорпионы могут получить существенную прибыль Ну и особенно те, кто родился 9 марта 1951 года Неделя должна принести им какой-то особенный куш Искренне им этого желаю Ну а вам желаю выбрать, наверное, все-таки Ксению Мне кажется, что она создаст вам ровно те условия, чтобы вы росли, менялись, приближались к адекватному человеку Ксюша, а если он зайдет сюда, ты выйдешь? Если он меня вынесет, то выйдем Ну а то он сможет Сереж, вы должны руководствоваться исключительно своим сердцем и разумом Поэтому идите туда, куда вас поведет ваше желание Мы вас поддержим в любом случае Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс их номером по телефону 4151 Елена, 24 года, номер 2942 Заместитель директора юридической фирмы Играет в мини-футбол и большой теннис Признается, что ее любимое блюдо – жареное саранча Познакомится с высоким молодым человеком, который будет разделять ее интересы Евгений, 25 лет, номер 2943 Региональный представитель нефтяной компании Гордится тем, что принимал участие в параде на Красной площади Обещает помогать жене по хозяйству и отдавать ей все заработанные деньги Ищет душевную девушку до 27 лет Мы не знаем, выйдет Сергей один или с избранницей Я приглашаю всех выйти и поддержать его АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Ой, здравствуйте, Сережа! Очень рад! Очень рад! Вы очень обаятельны! У нас есть пара Сергея и Людмила Сложилась пара и, возможно, сложится семья Для совместного чаепития примите в подарок очень вкусные конфеты Лёвушка От конфетной фабрики Славянка Славянка несёт радость людям Сегодня вместе с нами вас поздравит Ирина Дубцова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...